Привет зритель! Давно я не обозревала покупки еды, я их делала, но я что-то их не обозревала, вот сейчас что-то решила обозреть. Я сегодня ездила на базу выдачи озона, этот обзор заказа тоже я сделаю, часть заказа, потому что первая часть только пришла. И зашла там рядом в пятерку, что-то так давно в пятерке не было, может перед новым годом, может после нового года. Тут у меня Котор свечёт, звуки такие странные издаёт. Ему скучно, он пытается, видимо, приобрести внимание. Короче, я как-то была в высшей лиге, не знаю, в ваших городах есть такое счастье. У нас оно как бы есть, и когда-то там выдавали, видимо, карты скидочные или купонные, или накопительные, хрен знает. Но у меня такого счастья не перепало, и какой бы я большой заказ не делала на эти 500 рублей, больше карту мне не выдавалось, но, в принципе, этому бывает раз сто лет. И там, ну, как-то всё дорого. Все те же яйца ведь сверху на дороже, а тут в пятёрке. У меня как бы есть эта карта, пятёрочная, грущай, карта. Я ещё так увидела на ценниках в некоторых местах пометки, сумма одна, сумма другая. Немножко Ревкош напоминает, типа, если у вас есть карта десятипроцентная, то вот такая цена. Если трёхпроцентная, или сколько там, необычно вот эта карта беленькая, то такая-то цена. Если ничего нету, то вот такая цена. И вот на некоторых, типа, даже на акционах каких-то товарах цена одна, значит, зачёркнута. Но если у вас есть вот эта карта, то другая. У меня, конечно, в продуктах не было именно той самой цены по карте, но у меня на кассе спросили, у вас есть карта, есть карта, баллы там начислили. У меня что, тринадцать рублей там валяются. Ну, в смысле, сто тридцать чем-то, в переводе на рубли тринадцать рублей можно их списать. Я купила себе рагу из свинины. Вот обычно, сегодня в мыслях уже говорила, подумала вот про это, думаю, на механке куплю. Думаю, механка. Я уже почти два года не жила на механке. В общем, в цветочном у нас примерно подобное. Там другой чуть-чуть фирмы, но тоже рагу из свинины. Там мясо и косточка. Хороший бульон получается. Оно, по-моему, по пятьсот грамм продаётся, или по семьсот, я уж не знаю. Наверное, всё-таки пятьсот, как-то так. Тут четыреста, но я посмотрела, по цене примерно так же, как вот у нас вот бывает. Думаю, надо, наверное, купить. То у меня кусочек остался. Так, может, суп сварить когда. Бананы. Я вообще за бананами шла. Я не хотела ничего другое покупать. И манго. Манго я вообще не хотела покупать, потому что его чистить задолбаешь. Хотя он вкусный, полезный, всё такое. Вышло у меня всё счастье на двести шесть рублей семьдесят две копейки. Ну, и сейчас я вам это покажу. Во! Великолукский мясокомбинат. Вот. Меня его уже, наверное, учуяли через... Хотя вот через коробочку я не чую. Может, он просто визуально понял, что там мясо. Вот так вот оно. И вот так вот оно наклеечка вверх ногами, если вот, допустим, перевернуть. Вот. Ничего такое мясико с костями, хорошее, свеженькое. Оно, по-моему, рождено в день моего рождения, 14 февраля, в день Валентина. И 25 февраля оно живёт. Великие луки. Псковская область. Ну, и тут мясо костное, кусочки свинины. Короче, хороший такой состав. Я живаю. У нас там такая конкретная весна в феврале. Солнышко печёт, ветер холоднющий. Но у меня такая мигрень что-то с этой погодой пошла. Я так пришла домой, понимаю, что хочу свать. В общем, как бы у меня есть суп. И есть вроде что есть. У меня вчера творог козлиный случился, козий. Мне его надо съесть. Ну и, в общем, вот это, видимо, пойдёт пока в морозилку, наверное. Или я оставлю пока в холодильнике полежит. Может, завтра всё своё. В общем, я тут купила себе бананов. Четыре штуки. Один такой слегка помягче. Остальные, ну, как бы они тоже ещё пару дней полежат и дойдут до кондиции. Остальные что-то были там как-то это очень уж зелёные. Я уже давно что-то зелёное не ем вообще. Практически год скоро будет, как я не ем зелёные бананы. Как стала делать эти пюрешки, ну, май. Ну, да, вот год уже, как не ем зелёные бананы. Как стала делать фруктовые пюрешки, так в прошлом году, в общем, с конца зимы, с февраля, наверное, по весну. Так как-то у меня и прошла любовь с зелёным бананом, я могу есть только перезрелые или слегка, которые дошли уже до зрелости. И то как-то мне больше тянет их есть вот в смузи, там, в кефирчике в каком-нибудь. Ну, в общем, в какой-нибудь смесе. Не знаю уж, что так случилось. Бананы, кстати, там по 62.99, ну, короче, без копейки, 63 рубля. Этот лоток у нас 67 рублей без копейки. А манго аж 250 рублей без копейки, но он мне вышел на 93 рубля 75 копеек. Тише, ты чё пытаешься сожрать мою сумку кожаную? Ты совсем, что ли, сдурел? Вот, представляете, лежит на полу. И он её усиленно пытается занюхать и сожрать. Не погрыз, но уже ближе к тому. Вот манго. Там было 6 манго. И все такие практически одного размера. И все такие мягонькие, зреленькие. Одно такое вроде как супер мягкое было, но на нём уже такие морщинки пошли. Я подумала, лучше я возьму то, которое первое в руку валяло. Манго. Сколько оно у нас вообще весит? 375 грамм. Бананы у меня на 730 грамм вышли. И там-то ты хоть чё роешь, а? В общем, кот у меня как-то слегка с ума сходит. Весна пришла. Даже картирированные коты с ума сходить начинают. В общем, вот такой у меня обзор покупки в пятёрке. Но если вы такой же танкист, как я, то теперь знаете, если у вас есть карта пятёрочная, там, кстати, по-моему, Ричард или ещё что-то, ну, какой-то по большей части чай можно купить. Вот даже какую-то сладость, там какие-то конфеты, шоколадки. Типа Милк с печеньем, что ли такое. Можно купить чуть подешевле. Оно как бы идёт вроде недорого, но там вот, ну, скидка рублей 20 как-то. Я не знаю, будут ли у них скидки вообще, скидка по скидке. Но вот как бы я ещё думала, что если по скидке, допустим, по этой карте купишь, можно ли это баллами оплатить? Вот я не поняла. Но вся сумма, она как бы идёт накоплением всё равно на эту как бы карту. И вот мне ещё смс-ка пришла сегодня. Сразу там буквально через полчаса после похода в пятёрку, что типа опрос, давайте сделаем пятёрку лучше. Не знаю, связано это с этой вот фишкой, с ценниками относительно карты, если она у вас есть или нет. Ну, в пятёрку можете заглянуть. В принципе, оно сейчас недорого. Ну, как бы, конечно, это за вес 250 рублей за килограмм. Но иногда бывает и 390 рублей за килограмм. Вот у нас в магните он тоже лежит, но он как-то мне что-то не приглянулся. А тут что-то так зашла. Он лежит на прежнем месте. Он так на меня смотрит, я на него смотрю. Думаю, наверное, мы хотим друг друга. Вот буду не сегодня, наверное, уже завтра что-нибудь ваять с ним. С кефирчиком там, с бананчиком. У меня ещё пара вандаринов есть. В общем, всем спасибо за просмотр. Если вам нравятся подобные обзоры, я их редко делаю, что-то вот почему-то внезапно. А вы мне в комментах пинаете меня легонько. Типа, я давно не обозревала хавчики. Потому что, как бы, я хожу всё равно в магазин. Все, я думаю, это знают. Ну, кто не знает, я думаю, подозревают. Потому что что-то у меня, конечно, уже куплено про запасы, я готовлю. А что-то всё-таки я покупаю. В последнее время, правда, я покупала в основном молоко. 1,2% жизни. Ультра-постерилизованная для кефирчиков на заквасках Бакздрав. Но вот иногда я эту тоже покупаю. Всем пока!